В одном из своих прошлых видео, где я рассказывал о том, как убить ведьму, я просил написать вас в комментариях, на какую другую тему вам было бы интересно от меня следующее видео. Может о том, как играть за охотника, о оптимальных настройках в моем личном конфиге, секретных картах файлов игры или как я просто играю на паблике. И вы просили обо всем из перечисленного, а также много писали о том, как убить танка, отрезать язык куривщику, делать бенни-хоуп, и я подумал, а почему не рассказать обо всем этом сразу в одном видео? Давай, ну начни. В свойствах игры рекомендую сразу прописать следующие параметры запуска. С параметром минус-ноу-вид ваша игра каждый раз будет запускаться быстрее, автоматически пропуская все вступительные заставки. А минус-лв отвечает за исчезновение тропов в игре, что повысит производительность и улучшит видимость. Вот лично мои настройки графики, они близки к максимальным, за исключением двух параметров, которые я рекомендую снизить. На средних шейдерах у вас не будет такого чрезмерного мыла на экране, как на высоких. Изображение будет более резким и четким. А на низкой детальности эффектов некоторые текстуры станут прозрачными, и вы сможете легально видеть сквозь стены и делать прострелы. Это законно? Нет. Надо попробовать. Сработало. Ну а мы переходим к танку. Простите, кто-то сказал танк? Есть специальная таблица, по которой можно узнать урон от всего оружия по танку, и сколько выстрелов и времени потребуется его убить на том или ином уровне сложности. Для примера давайте разберем режим сражения, помеченный оранжевым светом. Возьмем обычную УЗИшку. Первая цифра – это сколько потребуется патрон, чтобы убить танка. Вторая – сколько времени в секундах, с учетом всех перезарядок. И можно сравнить и увидеть, что, например, УЗИшка с глушителем будет мощнее и быстрее на 8 секунд. Слишком подробно разбирать таблицу я не буду, вы можете изучить ее самостоятельно, кому интересно. Но самым эффективным оружием будут калаш, автодробевки, пулемет и, конечно же, милишки. Они не отличаются уроном и с любой из них на любом уровне сложности достаточно нанести 20 ударов по танку. Или всего по 5 от каждого выжившего. Милишки отличаются радиусом удара и скоростью замаха. Для меня топ – это мачете. У нее хороший радиус, скорость и ее можно отрезать язык крыльщика. Это можно сделать только режущими милишками и в самый последний момент перед вашим захватом. У языка есть скорость, поэтому чем дальше вы от крыльщика, тем больше у вас будет времени, чтобы среагировать и сделать замах. Ориентируйтесь на звук, учитывайте дистанцию, скорость полета языка и особенность вашей мишки. В описании я скину ссылку на специальную карту, где можно потренироваться. Есть еще один интересный трюк, которым можно легко освободить себя самого от захвата. Вам нужно просто держать какой-то предмет в руках и язык обрается сам, когда курыщик вас схватит. Чтобы это сработало наверняка, желательно успеть развернуться в его сторону и смотреть вниз, чтобы предмет выпал из ваших рук прямо на язык. А вы знали, что в луфте можно играть в керлинг? Не верите? Смотрите. Просто введите в консоль эту команду и играйте. И уж чего только не развивает керлинг. Выдержку, аккуратность, глазомер и конечно меткость. Ведь керлинг это та же стрельба по мишеням, только сбоку. А еще можно поиграть в бета версию компании Приход, которая состоит из первых двух карт. На ней много багов, отсутствует освещение, некоторые текстуры. Но все равно по ней очень интересно побегать, поизучать. Помните, в конце первой карты рядом с убежищем стоит высокий забор? В бете же ничего этого нет и можно сразу пройти на вторую карту. А здесь выжившие должны пройти через санитарный центр и пройти очистку. В результате чего заводится сирена, которая привлечет орду. На основе этой версии есть даже полноценная пользовательская кампания, где авторы исправили основные баги, добавили освещение, текстуры и сделали ее играбельной. Ссылку, как обычно, оставлю в описании. Охотник! Уф, игра за охотника это целый вид искусства. Чтобы его освоить, вам поможет эта карта. На ней есть все необходимые условия и подсказки. Остальное будет зависеть уже от вашего желания и терпения. Могу только добавить, что самое сложное для начинающего охотника научиться поворачиваться в полете, делая так называемые стрейфджампы. Это когда после прыжка вы отпускаете клавишу движения вперед и поворачиваетесь в воздухе удерживанием клавиши движения в сторону. Нихуя не понял. Ну очень интересно, понимаете? Дальше посмотрим. Синхронно двигая мышкой в том же направлении. Например, чтобы обогнуть этот угол, после прыжка нужно отпустить вперед и удерживать вправо, плавно двигая мышкой в ту же сторону. Эта техника также является основой панихопа. Ну все понятно. Глупый кролик. Допрыгался. В Left 4 Dead можно распрыгиваться двумя способами. Стоя, классика, и сидя с зажатой клавишей приседания. Распрыжка стоя более практичная. Она позволяет быстрее набирать скорость на ровных поверхностях. Распрыжка сидя больше всего подходит для прыжков по наклонным поверхностям и для особых зараженных. К сожалению, в мастерской Steam нет нормальных обучающих карт, поэтому будет лучше создать свой локальный сервер, на котором вам никто не будет мешать тренироваться. Зайдите в папку с игрой, откройте файл Listend Server обычным блокнотом и вставьте в него следующие команды, я оставлю их в описании. Затем заходите в игру и через консоли запускайте любую карту. Выберите удобное для вас место и начинайте. Возьмите разбег, сделайте первый прыжок, отпустите вперед и продолжайте движение плавными поворотами в сторону и прыжками в момент приземления. Самое главное отпускать клавишу движения вперед и вовремя отпрыгивать от земли. Поймайте момент. Не делайте резких движений во время распрыжки. Двигайте мышкой плавно и равномерно в ту сторону, в которую делаете стрейф. Меняйте локации, попробуйте развить скорость с маленьким уровнем здоровья. Попрыгайте по наклонным поверхностям с приседанием. Тренируйтесь и постепенно у вас начнет получаться все лучше и лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы легче отпрыгивать, попробуйте поставить прыжок на прокручивание колеса мыши. Так, за одно прокручивание колеса будет выполняться сразу несколько прыжков, тем самым момент прыжка при приземлении будет ловиться легче. Чтобы сохранить прыжок и на пробеле, пропишите обе команды одной строкой в консоли, или сохраните их в своем личном конфиге. Я не сказал, что будет легко. Конфиг находится в папке с игрой в файле autoexec. Если у вас его нет, то просто создайте его путем копирования любого другого файла такого же формата и переименуйте его в autoexec. В описании под видео я скину ссылку на свой конфиг. Скопируйте все его содержимое и вставьте в свой autoexec. И тут самое важное. Не спешите его сохранять и запускать игру. Сначала изучите содержимое конфига и настройте его под себя. Потому что в нем много моих личных настройок, которые возможно вам не подойдут. Из моего конфига вы можете узнать про оптимальные настройки подключения, про мой прицел, более удобные ауры, полезные бинды и многое другое. Другими словами, с этим конфигом вы будете буквально тащить на паблике. А это вы увидите уже в следующем отдельном видео. И к сожалению, скорее всего, это будет моим последним видео по Left 4 Dead 2. Как бы грустно это ни звучало. Отныне все будет по-другому. В любом случае, Left 4 Dead навсегда останется в моем сердце, но душа давно просит чего-то нового. Именно поэтому я очень жду Back 4 Blood, которая должна скоро выйти. Это игра от создателя оригинального Left 4 Dead. Я даже со своим другом сделали сравнительное видео на своем втором канале HSTOP. Я играл в открытую бету и лично мне она очень понравилась. Вместе со мной в нее играло более 120 тысяч человек, что не может не радовать. Конечно, в игре есть свои минусы, но какое она кажется на самом деле, мы узнаем уже скоро. Даже если она и провалится, как в свое время и Вольф от тех же разработчиков, то она хотя бы подарит нам новые эмоции и опыт и станет частью истории, которые мы будем помнить. А с вами был Инг. Всех люблю и целую. Скоро увидимся. Пока. Ребята, привет. Я Руслан Усачев и хотел сказать, что это мой любимый канал на Ютьюбе. Человек серьезный гений. То есть последний, кто еще не скатился. Реально подписывайтесь, ставьте лайки, на колокольчик нажимайте. Я всячески одобряю. Хотел бы быть как он. Хрен ж два!